Здравствуйте, мои дорогие. До встречи. Нового года остались считанные дни и как-то совсем не хочется в эти дни говорить о питании, о правильном питании, о неправильном питании и уж тем более об очищении организма. Но как-то не встраиваются эти темы в эти предпраздничные дни. Я думаю, что настроение у вас, скорее всего, уже новогоднее или хотя бы предновогоднее. И хотя у нас, например, снега нет, поэтому я сегодня создала иллюзию белого снега. Я тут вся на белом, в белом. Но несмотря на то, что нет снега, все равно чувствуется праздник, приближение этого светлого праздника. И я думаю, что это вполне нормально, не говорить о питании в предновогодние дни. Ну потому что, что о нем толку говорить, если все равно у нас это питание будет традиционным. Потому что вот эти новогодние столы с этими оливье и запеченными индюшками, гусями в яблоках и так далее, я думаю, этого не отнять у народа никакими клещами. Поэтому нет смысла, наверное, упираться на какое-то правильное питание. Давайте лучше расскажу о моих мужчинах. На самом деле мне бы эта тема никогда не пришла в голову рассказывать о моих мужчинах. И только однажды я прочитала такой вопрос в комментарии под моим видео. Бая, расскажите, пожалуйста, историю ваших взаимоотношений с мужчинами, историю ваших браков. Ну да, я не скрывала, что у меня три брака. Сейчас я нахожусь в третьем браке. Я говорила об этом как-то вскользь. И вот одна из зрительниц, видимо, сконцентрировала свое внимание на этой теме. И, видимо, ей стало очень любопытно узнать о моих отношениях с моими мужчинами. Поэтому она попросила. Я сгоряча пообещала. Хотя в тот момент, когда я это обещала, я вообще не представляла, что я могу сказать о своих мужчинах. Но вот раз пообещала, придется что-то сказать. И я не нашла ничего лучшего, как использовать эти предновогодние дни, чтобы немножко поговорить о мужчинах. Получилось так, что у меня несколько браков случилось в моей жизни. Но, как вы понимаете, я не могу говорить очень много и очень подробно об историях этих браков. Вполне понятно, что это вообще не всем совершенно будет интересно. Ну и, во-вторых, это, я считаю, что это некорректно ни по отношению к моим мужчинам, ни по отношению вообще к самой себе. Потому что я и так, я считаю, что я довольно открыта на своем канале. Порой меня даже упрекают в излишней открытости. Но, поверьте, я открыта ровно настолько, насколько я хочу быть открытой. То есть я не делаю специально каких-то очень откровенных видео. Вот просто что идет, как идет, так оно и идет. Вот что получается, то и получается. И та степень откровенности, с которой я с вами общаюсь, я думаю, она как раз и служит той фишечкой, которая вас притягивает на мой канал. Так вот о мужчинах. Не вдаваясь в подробности истории моих браков, я скажу только одну вещь. Каждый брак и каждый мужчина в моей жизни – это был и есть огромный урок. Это огромный жизненный урок. Это куча ошибок. Вот буквально в каждом браке куча ошибок. И каждая из ошибок приводила к своим определенным последствиям. Киньте в меня камень тот, кто не делал ошибок в своих браках, либо в своих взаимоотношениях с мужчинами. Я думаю, что каждый из нас, каждая из нас проходит свои определенные уроки в этой жизни, свой определенный опыт получает из отношений с мужчинами. Вопрос только в том, насколько правильные будут сделаны выводы из этих отношений, из этих, может быть, ошибок или успешного опыта или неуспешного опыта. К счастью для меня, я сделала правильные выводы, но к несчастью для меня иногда эти выводы были запоздалыми. И сейчас я думаю, что сделая я тот или иной вывод чуть раньше, хотя бы на год или два, то, возможно, моя жизнь сложилась бы по-другому. Но как бы там ни было, сколько бы много ошибок я ни наделала, и сколько бы раскаяния я ни испытала за то, что я делала эти ошибки, я ни о чем не жалею. Хотя, может быть, это неправильно, может быть, надо о чем-то сожалеть, потому что часто ты делаешь такие ошибки, о которых действительно нельзя не сожалеть. Уж очень серьезные последствия вызывают эти ошибки. И тем не менее приходится как-то жить дальше, и, наверное, нет смысла долго сожалеть об этом, потому что все равно дальше каждый идет своим путем. Кроме моих мужчин в браке, есть еще мужчины, очень важные в моей жизни. Это мой сын, мой отец, мой брат. Есть еще дед. Правда, я никогда его не видела. Точнее, не есть. Он был. Он погиб в Великую Отечественную войну. Я никогда его не видела, мне не довелось этого. Я могу видеть только его на фотографии, и он смотрит на меня только с фотографии. Но, глядя на него, я чувствую, что это не менее важный человек, не менее важный мужчина в моей жизни, потому что не будь его, не было бы меня, это понятно. И еще какая-то есть очень таинственная и важная роль, которую он играет в моей жизни. Вот это его присутствие на фотографии. Я не знаю, как это объяснить, но когда я смотрю на фото моего деда, у меня возникает ощущение, что он где-то рядом. И он как-то меня оберегает и поддерживает. Ну, не знаю, вот есть такое ощущение. Мой сын, несмотря на его молодой возраст, он очень мудрый человек, и он всегда, еще будучи мальчиком, удивлял меня своей мудростью не по годам. И очень часто я даже училась у него, хотя он мой сын, но мне приходилось очень часто учиться у него каким-то мудрым вещам. Мой отец. Ну, для меня слово отец – это то, что не подлежит ни осуждению, ни обсуждению. То есть это человек-икона. У меня несколько такое, может быть, восточное отношение к статусу отца, что это личность, которая всегда на пьеде стали. Несмотря на какие-то видимые ошибки, которые я знаю, что он тоже совершает в своей жизни, я не имею права как-то осуждать или обсуждать эти ошибки, даже по отношению, может быть, которые он совершал к своим близким, детям, жене. Тем не менее, это вот такая личность на пьеде стали, которую я всегда люблю и уважаю, и буду любить и уважать. И это отец. Тут даже нечем добавить. Мой брат, он младше меня на три года. Ну, как и это часто бывает. В детстве мы постоянно дрались. Не знаю, по какой причине, почему часто дерутся братья и сестры. Но, в общем и целом, все мои мужчины, которые и были, и есть в моей жизни, каждый из них сыграл очень важную роль в развитии меня как личности. Поэтому я очень благодарна всем своим мужчинам, всем, кто был, всем, кто есть. Очень благодарна за то, что на сегодняшний день я такая, какая я есть. Каждый из них внес свою лепту, не подозревая сам о том в становлении меня как личности. И заключение своего сегодняшнего рассказа. Я хочу пригласить, еще раз пригласить всех женщин моего возраста, 50, может, 50 с небольшим или 50 с большим, а может быть, даже тех, кому еще не от 50. Но тех, кто уже начал испытывать проблемы критического возраста, я еще раз приглашаю в свой проект «Женщины после 50. Как сохранить здоровье, молодость и красоту». В прошлом видео я объявила вам об открытии этого проекта. Почему я говорю о нем сейчас? Именно в связи с тем, что мы говорим о мужчинах. Потому что в этом проекте, я думаю, мы ведем очень большое время и значение в этой теме отношений с мужчинами. Мы будем обсуждать это в кругу единомышленниц на наших посиделках в вебинарной комнате. То есть я планирую так, что будет собираться некоторое количество женщин, которые хотят обсудить именно эту тему, тему мужчин, поделиться какими-то своими историей, своим опытом, рассказать что-то интересное. И мы будем это делать регулярно. И я даже планирую, что мы будем приглашать на наши посиделки каких-то экспертов. Может быть, психологов, может быть, астрологов или еще каких-нибудь ологов, которые могут пролить свет на наши взаимоотношения с мужчинами. А ведь, согласитесь, эти отношения порой бывают весьма трудными и проблемными. И я спешу вам напомнить, дорогие женщины, что вступление в этот проект за 50% стоимости возможно только до 31 декабря этого года. Более подробную информацию о моем проекте вы найдете в описании к видео, в первой ссылочке под видео. Если у вас описание не раскрывается полностью, нажмите слово «Еще», и вы сможете найти там всю полезную информацию, которую я могу вам дать в отношении этого проекта, в отношении других моих проектов и все мои контакты во всех социальных сетях. Пожалуйста, переходите. Если вы еще не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. И до скорой встречи, пока еще в этом уходящем 2019 году. Надолго не прощаюсь. Ваше Байче.